Свыше миллиона долларов собрано на счету МЧС для пострадавших в результате крушения турецкого грузового Боинга. Счет остается еще открытым и в ведомстве уверены, что сумма будет увеличиваться. А вот главный вопрос, задаваемый гражданами, насколько прозрачно будут распределяться средства. Тему продолжит Диана Мамикова. Трагедия сплотила народ Кыргызстана. Каждый гражданин хотел оказать хоть какую-то помощь. В итоге собрано более 80 миллионов сомов. И это всего за три недели. Собрать – это одно, а вот дойдут ли эти деньги до адресата. В Минфине утверждают, что все будет выполняться прозрачно. Ни одна копейка не уйдет в чужие руки. Обязательно будет распределение этих средств. Я уверяю, что это будет открыто. Буквально в субботу и премьер-министр Кыргызской республики также встречался с пострадавшими и с общественными организациями. Этот вопрос там тоже поднимался. Я уверяю, что распределение будет объективно и открыто. Как будут распределяться собранные деньги, решит комиссия. Боронов считает, что подход должен быть индивидуальный. Компенсация родственникам погибших – одна сумма. Пострадавшим – другая, владельцам домов – третья и так далее. Компенсации будут выплачены и страховой компанией Турции. У них иногда бывает, что доступа нет, чтобы спросить, если комиссия будет создана со стороны власть имущих, для них это немножко будет проблематично, для того, чтобы получить информацию. А когда в составе комиссии есть местные жители, они своим односельчанам, как правило, доступно могут объяснить, как было распределено. Такой опыт у нас есть. Также этот раз тоже хотим, чтобы это было прозрачно, и люди знали и сами распределяли деньги. Что касается переселения всего дачного поселка, то обсуждений на эту тему пока не было. Но для постоянного проживания это место предусмотрено не было. Потерявшие кровь расселены из гостиницы по квартирам. Они будут там проживать до тех пор, пока не будет решен вопрос с жильем. Каждой семье, мне кажется, чуть ли по миллиону отсюда будет. Может быть, более миллиона, может быть, около миллиона. Вот такая сумма отсюда только получит. Плюс компенсация, вернее, будет компенсировать страховая компания, ущерб. Оттуда солидная сумма, я думаю, что получит. И потом тот получатель, то есть житель, то есть пострадавший человек, он сам должен решить. Он будет покупать там или он будет где-то в другом месте купить. Стоит отметить, что на своей встрече с семьями погибших и пострадавшими Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что нужно добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике. Государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для оказания помощи. Также президент сказал о том, что правительство должно обеспечить целевое использование денег, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц. Этот вопрос у меня на контроле с первых минут трагедии, сообщил тогда Алмазбек Атамбаев. Сбор материальной помощи продолжается. Счет будет открыт еще минимум 10 дней. А вот сбор гуманитарной помощи в виде одежды и продуктов завершен. Собранную помощь МЧС направила местным властям, которые раздали все пострадавшим, семьям погибших и местным жителям.